Все мы слышали такую старую пословицу как «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Но наверняка не каждый задумывался над смыслом этой народной мудрости. В этом видео речь пойдет о человеке, который в полной мере почувствовал на себе весь смысл данной пословицы. Есть в России один человек, которому очень не повезло. Он буквально за пару часов смог стать самым несчастным гражданином страны. А вроде все так хорошо у него начиналось. Сын высокопоставленного офицера из силового ведомства, успешный финансист, который уже приближался к пику своей бизнес-карьеры, став собственником аж шести российских банков. И вдруг такая неудача. Это повествование будет именно о нем. Человеке, который по собственной глупости и еще, наверное, невезению, стал самым несчастным гражданином российского государства. Зовут его Матвей Урин. В один из прекрасных воскресных вечеров 14 ноября 2010 года 34-летний Матвей на своем дорогом и красивом Мерседесе в сопровождении личной охраны ехал в ресторан. В его успешной жизни было все хорошо, и он в прекрасном расположении духа намеревался посетить свое любимое заведение, где он как настоящий хозяин жизни вкусит изысканные блюда прославленного шеф-повара. Но так уж вышло, что по пути своего следования на его дороге оказалась какая-то скромненькая БМВ, водитель которой, по мнению Матвея Урина, не слишком уважительно отнесся к хозяину жизни. Он ни в какую не собирался убираться с полосы движения господина Урина, хотя тот настойчиво моргал ему парами. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что самоуверенный водитель едет без сопровождения, банкир окончательно вышел из себя, и понять его было можно. Как такое может быть, чтобы какой-то лошара на скромной машине не уступает дорогу такому крутому парню на Мерседесе? Недолго думая, Урин взял рацию и дал команду своим охранникам, следовавшим за ним на бусе Volkswagen, разобраться с наглецом. Охрана отреагировала мгновенно. БМВ было заблокировано Volkswagen, и из буса вышло несколько крепких парней с битыми в руках. Они вальяжно подошли к машине и, используя мат и все свое красноречие, предложили водителю выйти на разговор. Тот не согласился, после чего парни, выбив стекло водительской двери, силой вытащили его наружу. К их удивлению, парень оказался не из робкого десятка и успел во время этой неприятной процедуры легнуть одного из крепышей ногой прямо в лоб. Это окончательно разозлило самоуверенных охранников, и они, хорошенько избив паренька, вдобавок ко всему поразбивали на его автомобиле все стекла и зеркала. Ну а как иначе? Ведь перед ними и их хозяином стоял самый настоящий лох, с которым они, естественно, могут делать все, что угодно. А терпили разрешено только безропотно подчиниться. Так думали они, наслаждаясь процессом избиения, толпой против одного. Но все оказалось не так просто. Паренек оказался непростым. Это был гражданин Нидерландов по имени Йорит Фаасен. Но для веселой команды Матвея Урина даже не это было проблемой. К их большой беде Фаасен оказался зятем президента Российской Федерации. Йорит Фаасен, 1980 года рождения. Гражданин Нидерландов. По образованию архитектор. Окружение Путина долго держало в тайне личную жизнь Марии Воронцовой, старшей дочери президента России. Хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал связь дочери Путина с Фаасеном, тем не менее известно, что согласно расследованию The New Times Мария Воронцова Путина заключила брак с нидерландцем, меняла фамилию на Мария Фаасен и имеет под этим именем даже научные публикации. В Москве Йорит Фаасен стал появляться в середине 2000-х годов и сразу занял заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам ближнего круга Владимира Путина. Свою стремительную карьеру он начал с высокого поста в Газпромбанк Инвести, затем стал вице-президентом Стройтрансгаза. Еще одной дочке газового монополиста. Изданию также стало известно, что Йорит Фаасен еще с 2011 года жил вместе с Марией Воронцовой в респектабельном предместе Лейдена Форсхоттене. Жители этого городка периодически видели пару в местном супермаркете Альберт Хайн. 15 августа 2012 года Мария родила сына. Внук Путина родился в Москве в Центральной клинической больнице при управлении делами президента. Фактическое признание Кремлем того, что Мария Путина и Йорит Фаасен – супруги, произошло только после того, как Запад наложил санкции на них. В Кремле после введенных санкций против супружеской пары пообещали ответить Западу так, как посчитают нужным. Разобравшись с нидерландцем, банкер вместе со своей охраной неспешно уехали дальше по своим делам. Фаасен не стал утруждать себя обращением в полицию, а сделал лишь один единственный звонок – своей любимой женщине Марии Воронцовой Путиной. В разговоре с ней он рассказал об инциденте и сообщил ей госномера автомобилей нападавших. С этого самого момента для Матвея Урина и его доблестной охраны началась другая жизнь, которая разительно отличалась от прежней. Уже через час кортеж банкира задержали, причем задержание производила не полиция, а офицеры ФСО. Руководил этим мероприятием сам Владимир Колокольцев, на тот момент начальник ГУВД Москвы. Подойдя к Курину, тот прорычал. «Вы узнаете меня?» Матвей, сглотнув комок в горле, смог только утвердительно кивнуть. «Теперь вы на всю жизнь запомните и того человека, которого вы час назад избили. Давайте паспорт!» Рявкнул Колокольцев. Получив документ, начальник ГУВД позвонил кому-то и доложил. «Он и его документы у меня». К слову сказать, у Колокольцева, как и у Матвея Урина, после этого события тоже началась новая жизнь. Через год с небольшим Владимир Александрович стал министром внутренних дел страны. Тем временем Урин оказался в Лефортовской тюрьме, где уголовные дела на него посыпались как из рога изобилия. Поначалу Урину вменили статью 213, часть 2. Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц. Вместе с ним по этому делу пошли и пять его охранников из Вольсвагена. Алексей Черкасов, Андрей Фролов, Алексей Кузнецов, Николай Киприянов и Андрей Семидотченко. К моменту передачи уголовного дела в суд, в дело добавились еще три статьи. 33, часть 3. Организатор, как наиболее опасная фигура из числа соучастников. 116, часть 2. Организация побоев и умышленного повреждения имущества. И статья 327, часть 3. Использование заведомо подложного документа. По версии следствия, при вождении водитель Урина использовал фальшивые документы, которые давали право миновать посты ДПС. Важное уточнение. Некоторые СМИ утверждают, что якобы приговоры по этому делу были вынесены в рекордные сроки, чуть ли не через месяц после ареста, то есть в декабре 2010. Но это неправда. Кунцевский суд города Москвы огласил сроки фигурантам дела через 5 месяцев, в феврале 2011 года. Банкиру Урину дали три года лишения свободы, его охранникам от 2,5 до 4,5 лет. Отдельно стоит отметить, что ни Урин, ни его охранники все это время не понимали, что человек, которого они избили, зять Путина. Они догадывались, что Юрид Фаасен человек непростой, и склонялись к мысли, что он родственник кого-то из ФСБ. Настолько президент России скрывал частную жизнь своей семьи. Урину в этой проблеме не смог помочь даже отец, который являлся ветераном ГРУ. Но вернемся к приговору суда над банкиром и его охранниками. В принципе, можно было бы сказать, что Урину очень повезло, так как при таком сроке приговора он мог рассчитывать выйти на свободу по УДО уже летом 2012 года. Но мечтам банкира не суждено было сбыться. Мосгорсуд удовлетворил касационную жалобу прокурора, который посчитал, что приговор для Урина был слишком мягким. Дело было отправлено на пересмотр. За это время Урин и его команда принесла извинения потерпевшему. Они предложили щедрую компенсацию материального ущерба. Интересно, что сам потерпевший Юрид Фаасен ни разу на суд не явился. Вместо него присутствовали адвокаты, которые не пожелали идти на мировую. Не пришла в суд и владелица БМВ Наталья Шикалинская, автомобилем которой по доверенности управлял Фаасен. Она выставила подсудимым через своих адвокатов счет на ремонт автомобиля в 16 тысяч рублей. Но вернемся к Урину и его команде. В результате присмотра дела по прокурорской касационной жалобе Кунцевский районный суд увеличил срок лишения свободы банкира до 4,5 лет общего режима. Сроки охранникам остались прежними. Если кто-то подумал, что на этом эпопея бывшего хозяина жизни закончилась, то вы ошибаетесь. Это было только начало. Не успели его адвокаты обжаловать это решение суда, как Урину вменили очередную статью Уголовного кодекса, 159-ю часть 4-ю. Мошенничество в особо крупном размере. На основании этого этап Матвея Урина на зону отменился, и он остался в Бутырской тюрьме, куда его перевели после приговора. Новое дело оказалось более сложным, чем избиение зятя Путина. У всех его банков отозвали лицензии, а самому Урину вменили мошеннические действия с акциями подконтрольных ему банков. Славянским Итраду банком, Екатеринбургским Уралфинанпромбанк, Челябинским Монетным домом и Ростовским Донбанком. Следствие обвинило банкира в хищении 16 миллиардов рублей. Примечательно, что буквально за месяц до этих событий все упомянутые банки прошли плановую проверку от Центробанка России, во время которой никаких нарушений не выявили. Сам Урин не признавал своей вины и утверждал, что за мошенничеством может стоять некий теневой инвестор Иван Любимцев, в интересах которого были приобретены эти финансовые учреждения. Кроме этого, подсудимый подчеркивал, что его в третий раз судят за то, что осенью 2010 года он оказался не в то время и не на той дороге. Судьям доводы Матвея Урина показались неубедительными, и они добавили к его сроку еще три года. В совокупности срок банкира уже составлял семь с половиной лет, с отбыванием срока в колонии общего режима. И вот засидевшегося в застенках банкира должны были бы уже отправить этапом в колонию, однако на него приходят очередные материалы дела. В этот раз за махинации с подконтрольным ему мультибанком. Следственный комитет Российской Федерации вменял ему статью 174.1, часть 3. Отмывание денег организованной группой. Дело передали в феврале 2015-го в Пресненский районный суд, где не особо спешили с заседаниями по Урину. Только в этом процессе было 8 переносов заседаний суда. По итогу банкир практически побил рекорд тюремного заключения. Он находился в следственном изоляторе почти 5 лет, если быть точным 56 месяцев. Больше него сидели в темнице лишь боевики, напавшие на Нальчик в 2005 году. Они просидели в СИЗО 9 лет. Российские СМИ даже дали прозвище банкиру, пожизненно подследственный. Кроме этого, пока Урин сидел под следствием в изоляторе, его банковская империя рушилась как карточный домик. Рассмотрев все обстоятельства дела, Пресненский суд увеличил Урину срок лишения свободы до 8,5 лет. Интересный момент. Пока банкир сидел в следственном изоляторе, администрация тюрьмы, так сказать, насовала ему в личное дело 29 дисциплинарных взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка. Сам Урин утверждал, что он не только не нарушал правил, но даже и не знал об этих дисциплинарных взысканиях. Скорее всего, администрации тюрьмы это делалось для того, чтобы шансов на условно-досрочное освобождение за хорошее поведение у Матвея Урина при последующем отбывании срока в колонии не было. Черная полоса у банкира закончилась в 2018 году. Именно в этом году Госдума приняла закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Рекордсмену по нахождению в тюремных камерах Урину пересчитали срок, и в 2018 году он освободился из Тамбовской колонии номер 3. Это уже был не преуспевающий финансист, а полностью разоренный человек. Все, что у него осталось, это только долги по решению различных судов. С решеткой в общей сложности он провел чуть меньше 8 лет. После освобождения Урин недолго находился в стране. Понимая, что в покое его не оставят, он уехал на совсем зарубеж.